Всем привет! Наверное, это будет самое длинное видео на моём канале. И в комментариях я подготовила тайм-код. Если вы вдруг устанете слушать меня целиком или же читать субтитры, то вы всегда сможете перемотать на интересующую вас тему. Ну всё, запасайтесь вкусеняшками и поехали! Смотрите, что у меня есть! Та-дам! Ну что, давайте вместе её откроем. Сейчас я буду ковыряться. Кажется, получается. Смотрите-ка. Я уже чувствую этот запах. Скотч! Давай, помогай мне, что ты сидишь. Так, ну что, это торжественный момент. Сейчас, погодите. О, класс! Так, всё. Сейчас я немножко успокоюсь. Та-дам! Тут письмо. Ух ты, какая бумажка такая. Тут написано по-английски. Let's me speak from my heart in English. You've... You've... Это, наверное, you have. Something that astonished... People subscribe. Mil... 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 Milestone. вот так. Congratulations! Сюзан Ваджицке, SEO YouTube. Спасибо, Сюзан! Спасибо, YouTube! Все, спасибо! И вот она кнопка. Поставим ее сюда справа. Это случилось как-то очень быстро. Всего за каких-то 5 месяцев мой канал с нуля набрал целых 100 тысяч подписчиков. И как бы это пафосно сейчас не звучало, я хочу сказать в первую очередь большое спасибо именно вам. Ведь алгоритмы YouTube продвигают в первую очередь те видео, которые смотрите вы, лайкаете, комментируете, а также делитесь ими со своими друзьями в ваших соцсетях и, например, на Reddit и на других площадках. Именно благодаря тому, что вы все это делаете, мой канал так быстро развивается. Еще раз огромное вам спасибо за вашу активность. Я обещала, что после достижения 100 тысяч подписчиков я сделаю видео с ответами на ваши вопросы. И вот пришло время выполнять мое обещание. Вы задали мне очень много вопросов, из которых я отобрала самые часто задаваемые и самые сильно интересующие вас. Сейчас я постараюсь на них на всех ответить максимально честно и развернуто. И еще один небольшой момент, и мы начинаем. Я не знаю, как будет выглядеть это видео, и если качество будет такое себе, то я заранее извиняюсь. Дело в том, что это видео мы снимаем на простой телефон. Снимаем мы его на телефон, потому что у нас больше нет камеры, и поэтому, кроме как на телефон, мы ни на что больше снять не можем. И на самом деле это хорошая новость. Просто мы сейчас обновляем нашу технику. Мы продали нашу старую камеру, и сейчас уже купили новую камеру. И хотели снимать это видео на новую камеру, но дело в том, что объектив все еще в пути. То есть у нас есть камера, но у нас нет объектива. Без объектива снимать видео не получится. И на самом деле это еще один повод выразить вам благодарность. Во многом благодаря тому, что вы оформляете спонсорскую подписку, мой канал имеет возможность развиваться. Недавно мы купили рекордер, который может записывать не только то, что я сейчас вот говорю, а и может записывать звук с настоящего акустического рояля. Сейчас вот мы обновляем камеру для того, чтобы картинка была более качественной. И также мы чаще начали арендовать студии и всякие декорации для съемок. Все это было бы гораздо сложнее сделать без вашей поддержки. Так что большое, огромное вам спасибо. Все, со вступлением покончено. И сейчас мы переходим к ответам на вопросы. Так, первый вопрос, который я выписала. Долго ли ты играешь? Имеют ли твои родители отношения к музыке? Где ты училась? Привет из Бразилии. Привет, Бразилия! Я играю примерно всю жизнь, ведь где-то в три года меня родители начали музыкально образовывать. Да, мои родители имеют отношение к музыке. Моя мама дирижер хоровик, мой папа преподаватель электронных музыкальных инструментов, то есть синтезатора. Сначала я училась в обычной музыкальной школе примерно два года, и потом я поступила в специальную музыкальную школу, в школу имени Гнесиных, это школа-колледж. Там я проучилась 12 лет, после чего я поступила в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, и там я проучилась еще пять лет. Есть ли история появления псевдонима? Скорее всего, где-то уже обсуждали, но я, наверное, пропустил. В общем, это слово не имеет никакого абсолютно значения, это слово придуманное, не знаю, как оно как-то вошло в мою жизнь, после того, как кто-то меня так назвал, что ли, из друзей. Это слово ко мне как-то прилипло, и я теперь его использую. И не представляю своей жизни без этого слова. На каких еще инструментах ты умеешь играть? У тебя крутые видео и всегда классное исполнение. Спасибо! В школе у меня был факультатив, уже в старших классах. В факультатив, в общем, меня поучили играть на клавесине. Это старинный музыкальный инструмент, предок, рояля, и это было очень интересно. Мы играли там всякие произведения Баха, Скорлати, Карелли. На клавесине, если что, я сыграю. Дальше я как-то поучилась играть на ударных инструментах. У меня была возможность поиграть на ксилофоне и на металлофоне или колокольчиках, как кто называет. Также вы, наверное, видели мое супер-видео с гитарой. Также я пыталась что-то сыграть на баяне. Выложила это в сторис в инстаграме. До сих пор-то есть в закрепленных мьюзик-сторис. Вот. Так что, если интересно, посмотрите. Я работаю концертмейстером в одной из музыкальных школ Москвы. Да, с ютуба я получаю деньги в основном благодаря спонсорскому сообществу. А ноты я делаю сама. Сашенька, а кто занимается подбором декораций для съемок и вообще большая у тебя команда? Так, у меня в команде есть оператор, монтажер, звукорежиссер, аранжировщик, менеджер. Ну, на самом деле, это всего лишь два человека, из которого один из них я. И вот мы между собой распределяем все роли и договариваемся, кто чем будет заниматься для создания контента на моем канале. Мой самый главный вопрос, когда будет шанс увидеть твою игру вживую, особенно в Германии или Австрии? Может быть, где-то на фестивале? Я очень жду, когда это случится. Но я тоже жду, когда это случится. И на самом деле, мы сейчас готовим концерт в Москве. И если все пройдет суперкруто, то для начала мы еще сделаем несколько концертов по России. После этого уже можно будет задуматься о концертах в других странах. И Германия, она входит в топ-3 стран, где меня смотрят, наряду с Россией и США. Поэтому, если случатся концерты в других странах, то, скорее всего, Германия будет в первых рядах. Но это если мы говорим именно о концертах. На фестивале, если меня позовут, то я готова прямо сейчас выезжать. Как всегда, отличный контент. Спасибо за то, что держишь очень высокий уровень. А вопрос, будет ли стрим? Спасибо большое для ответа на этот вопрос. Я сейчас еще озвучу следующий вопрос, и там будет понятнее. На скольких языках ты можешь разговаривать? Я знаю, что ты разговариваешь на русском и английском. Мне знакомы два языка, это русский и английский. Но английский я знаю на уровне so-so. В принципе, я могу понимать общий смысл комментариев, которые я читаю на ютубе. И также я могу понимать, что мне говорят вживую. Но если говорят довольно медленно и очень четко. Теперь к вопросу о стримах. Сейчас на экране появится статистика о том, в каких странах меня смотрят. И после того, как вы посмотрите эту статистику, вам станет ясно, что стрим нужно проводить как минимум на двух языках. Это русский и английский одновременно. В общем, со стримом пока нужно будет подождать. Кажется, что при создании твоих видео требуется очень много планирования и координации. Сколько времени уходит на создание таких видео? На создание видео уходит времени по-разному, на самом деле. Иногда чуть быстрее, иногда чуть медленнее, иногда в неделе, иногда больше. Это зависит от того, как быстро происходят этапы подготовки к этому видео. То есть сначала я думаю, какую композицию сыграть. Иногда вы мне помогаете в этом. Спасибо. Потом я делаю аранжировку на нее. Это может длиться день, может длиться больше. Вот. То, что все хочется сделать красиво и качественно. Потом идет следующий этап. Это продумывание места для съемок. Иногда нужно туда съездить, посмотреть декорации и все такое. Вот. Потом, собственно, идет запись этого всего. Ну, дальше все отправляется на монтаж. И видео монтируется, звук обрабатывается. Так, следующий вопрос. Сильно ли ты переживаешь за просмотры? Я имею в виду, что как ютюбер ты, конечно же, хочешь, чтобы люди смотрели твои видео. Но расстраиваешься ли ты, когда одни твои видео набирают не так много просмотров, как другие? Надеюсь, что нет, потому что ты талантливый пианист. И твои подписчики хотят, чтобы ты продолжала выпускать свои видео, несмотря ни на что. Спасибо большое. На самом деле, было бы неправдой сказать, что я не беспокоюсь о просмотрах. Ведь просмотры — это самый, наверное, такой большой показатель успешности того, что я делаю. Если выходит видео, и оно набирает не так много просмотров, то, в принципе, я не сильно буду беспокоиться по этому поводу. Если вот второе видео уже выходит, и у него тоже мало просмотров, то я уже так немножко побеспокоюсь по этому поводу. А если вот третье видео, и снова маленький показатель по просмотрам, то я задумаюсь, что же такого я делаю неправильно, и что нужно менять. Конечно, меня это всё и расстроит, и побеспокоит, но впадать в депрессию я не стану. Я просто буду думать, как исправить ситуацию, и над чем нужно работать. Я думаю, будет интересно многим, сколько стоит в деньгах выпуск кавера, аренда локаций и так далее. Но тут смотря как считать. Если считать, что время — это деньги, то денег уходит много. А если считать исключительно финансы, то по-разному. На сегодняшний день, если посчитать всё грубо, взять в расчёт затраты на технику, аренду всяких аппаратур, костюмов, студий и так далее, и всё это усреднить, то получается, что один выпуск стоит примерно 10-15 тысяч. Но это без учёта стоимости работы оператора и монтажёра. Так, я готова продолжать. Как обстоят дела с правообладателями? Ведь когда ты даёшь концерты или монетизируешь любым другим способом каверы, то, по идее, должны идти отчисления правообладателям. Должны ли быть какие-то с ними договорённости? Интересно было бы узнать эту сторону дворчества. Чтобы выступать на концертах и играть каверы, необходимо заключить договор с РАО. А на Ютубе все отчисления правообладателям идут автоматически. И вот такой жёлтый значок говорит о том, что автор, то есть правообладатель, монетизирует это видео и получает с него доход. Что тебя интересует в жизни, кроме музыки? Какие есть увлечения? Как отдыхаешь от работы? Так, какие у меня есть увлечения? У меня на самом деле много разных всяких увлечений. Мне нравятся спортивные какие-то увлечения. То есть мне нравится, например, играть в бадминтон, в большой теннис, хотя я очень плохо в него играю, но это всё равно весело. Мне нравится ходить в бассейн плавать. Мне нравятся настольные игры. Это и всякие монополия, там, иммагинариум и всё такое. И особенно мне нравится покер. И у меня даже есть аккаунт на Покер Старс. Там меня зовут Жука Кука. Кому интересно? Это тоже, кстати, придуманное слово. Ещё одно из разряда гамазда. Вот, поэтому если вдруг мой канал заблокирует, и вы будете не знать, где меня искать, и ищите меня по кодовому названию Жука Кука. Браво, отличная работа. Как всегда, с нетерпением жду твой следующий рок-кавер. Я заметила, что ты любишь путешествовать. Какое твое любимое место для отдыха? Спасибо большое. Следующий кавер будет, как только к нам приедет объектив, и мы сразу приступим к записи Япон. Ну, аранжировка уже готова, кстати. По поводу того, где мне нравится отдых, где мне понравилось отдыхать. Ну, смотря какой отдых, если это какой-то тюленьный отдых, такой на пляжу, там, ваа, кокос, там, попить. Это, короче, мне больше всего понравилось в Доминикане. А по поводу активного какого-то отдыха, и, ну, более активного, например, это вот Черногория. Я была летом в Черногории, и там вот тоже я взяла, получается, машину на прокат, и мы там катались по разным всяким местам, разным городам. Вот, проехали почти всю Черногорию, покупались в море, покатались на зиплайне, и, в общем, много-много всего увидели и попробовали. Можешь ли ты рассказать нам про свое последнее путешествие по Европе, в какой стране тебе понравилось больше всего, и есть ли что-то, что запомнилось тебе больше всего. Так, последнее путешествие, это было автопутешествие. Мы поехали туда с друзьями, колесить по просторам Европы, и удалось посетить пять стран. Это Беларусь, потом Польша, Чехия, Австрия и Германия. Ну, в Германии мы так мало где были, поэтому в Германию я еще обязательно приеду. Хочется там много всего посмотреть. Вот. Что мне понравилось? На самом деле везде есть свои плюсы, то есть везде есть что-то, что мне очень понравилось. Мне понравилась Прага, например, в Чехии. Там очень красиво, как-то атмосферно, такой город, ну, интересный. Мне понравился Карлов мост, мне понравилась рулька с пивом. Вот, это прям the best. Потом мне очень понравилось в Австрии. То же самое, мы как бы не всю Австрию проехали, ну, в смысле, что мы не были во всех городах, но я уже до этого была в Зальцбурге, я знаю, что там круто. Ну, вот, мы сейчас вот были в Вене и проехали Линц тоже, там были в горах. Мне очень понравилось, скажем, в горах. Вот едешь, когда на машине, прям класс вообще, смотришь так, везде горы, везде как-то чисто, везде коровки какие-то вот эти вот симпатичные. Так я люблю коровок. Вот эти вот, они такие вот, младенькие коровки. Хочется у них попросить шоколадку, вот, и молоко, вот. Ну, очень классные коровки, я люблю коров. Если у меня домашнее животное, домашнее животное у меня вот пушин, и еще у меня есть лягушка, которая путешествует со мной везде, вот. Если бы я заводила домашнее животное, я бы очень хотела завезти корову. Жила бы она у меня на балконе, наверное, я приносила у меня каждый день по литру молока, и было бы очень круто все. Вот. Надеюсь, что у меня никогда не будет непереносимости лактозы. Ладно, так, продолжим. Как ты относишься к пассионарной теории на генеза льва и гумилёва? Так, ну, на самом деле, это крутая прям супер штука. Я хочу об этом рассказать поподробнее, вот, раз уж такая тема пошла. Дело в том, почему ты приобрела Roland FP90? Это твое любимое электронное пианино. На тот момент, когда я приобретала этот инструмент, я посмотрела разные модели, я посмотрела разные видеообзоры, почитала всякие статьи в интернете, и попробовала уже сам инструмент. В принципе, звучание, как-то, и клавиатура мне больше понравилось именно в Roland. Весь набор для съёмок клипа «Белоснежка» вы создавали сами, или он уже был готов? Сначала скажу про студию. Это фотостудия, одна из московских фотостудий. Там уже был этот инструмент, было это пианино, на нём уже были эти цветы, и был этот низкий стул, очень неудобный на самом деле, но другого мы не нашли, чтобы ещё, ну, соответствовал интерьеру как-то. Мы докупали только корзину для яблок, сами, собственно, яблоки. Костюм, собственно, «Белоснежки» состоял из такого платья, это мы брали в аренду. Ну, всё остальное там было. Как ваше пианино в плане скриминга? Я либо не очень понимаю суть данного слова, в смысле, что, мне кажется, что это больше к вокалу термин, да, вот, либо это какая-то шутка, которая очень смешна, если бы я её понимала. На самом деле, я не знаю, серьёзно вы задавали этот вопрос или нет, но его многие лайкнули. Если вы понимаете, в чём тут суть, ну, напишите в комментариях, отвечу в другой раз на этот вопрос, или, может, в комментариях даже отвечу. «Гамазда» я хочу знать, как ты можешь играть без нот. Надо много заниматься и включать голову, включать разную память, вдумчиво, в общем, заниматься. Эта память используется при запоминании и артикуляционная, артикуляционная — это память пальцев, да, пальцы запоминают свои места, и для этого нужно довольно много времени. Потом уши запоминают, что звучит. Тоже для этого довольно много времени нужно. И также глаза запоминают, куда у тебя вообще бегают руки, что вообще происходит. Ну, и также они запоминают, если, допустим, ноты перед тобой стоят, да, они запоминают, ну, в принципе, расположение там строчек и где какие ноты. Ну, это фото, как бы память или зрительная память, вот. Так что включайте все виды своей памяти и вперед заниматься. Можешь, пожалуйста, поделиться с нами нотами. Я бы купила их, если ты будешь продавать их через интернет. Я не так давно начала выкладывать свои ноты, делать ноты в формате PDF и выкладывать их в спонсорском сообществе. Уже там есть две композиции. Это Sabaton Night Witches и Chop Sue System of a Down. В начале ноября я выложу новые ноты. Так что, если вы хотите, пожалуйста, присоединяйтесь к спонсорскому сообществу на уровень Gamazda Forum Cutition или выше. Дашь ли ты какой-то совет людям, которые только недавно начали играть на пианино? Может быть, какие-то ключевые принципы, на которые стоит обратить внимание? Я дам совет. Для того, чтобы научиться чему-то, вам нужен учитель. Вот. Я советую вам найти учителя. Конечно, если вы очень сильно хотите, в интернете, наверное, можно найти какие-то обучающие видео, уроки или там вот те же самые туториалы и всё такое. Для того, чтобы играть хорошо и качественно, чтобы уметь работать над звуком, над ведением фразы и так далее, нужен хороший учитель. Саша, расскажи, пожалуйста, какой софт ты используешь для обработки звука и производства видосиков? Для звука я пользуюсь программой SoundForge. Для видео мне подсказывают, что это Adobe Premiere. Зачем тебе такой большой стул, если ты сидишь только на самом краешке? И ещё один вопрос. Ты когда-нибудь падала со стула? На самом деле, я хочу сказать, сейчас хочу заявить, что мне не нужен такой большой стул. Вот. Ну, правда, вот зачем он сильно мне? Но он должен быть устойчивым и, в принципе, небольшим. Вот. Так что мне не нужен такой большой стул. И падать, может быть, если будет он совсем маленький, наверное, я упаду, когда не со стула, но до этого момента я ещё никогда не падала со стула. Вот. Не знаю, может быть, вам кажется это невероятным, но это так. Какой самый сложный видос в плане игры на инструменте? Так, какой самый сложный? Ну, как бы они все непростые. Ну, ладно. На самом деле, самый сложный, это, наверное, Dragon's Force. Ну, вот из того, что я до этого сыграла. Ожидается ли коллаборации с другими музыкальными исполнителями из Ютуба? Ну, на самом деле, нету каких-то определенных договорённостей точных, подкреплённых документально. Вот. Поэтому я не могу вам сказать про какие-то коллаборации в ближайшее время. В общем, суть в том, что мне это, в принципе, интересно. И если что-то будет, какое-то интересное предложение, то, думаю, я соглашусь. Ну, вот, теперь память на телефоне закончилась. Ну, в общем, я думаю, что мы на сегодня закончим с ответами на вопросы. Можно, конечно, долго ещё продолжать отвечать на них, потому что вопросов ещё очень много. Но я думаю, что, может быть, в будущем я сделаю подобный видос и отвечу на какие-то другие вопросы. Большое вам спасибо за ваш интерес к тому, что я делаю, за вашу поддержку. Это действительно для меня очень важно. Спасибо большое. Ну, а мы не прощаемся и скоро увидимся.